Младшая лига клуба самых умных Сейчас в 13 он кандидат в мастера спорта и намерен добраться до титула чемпиона мира Андрей Теленик из Скадорска В раннем детстве нашел в библиотеке отца книгу об истории военного костюма С той поры истории его основное увлечение И хотя сам он учится еще только в седьмом, но учителя часто доверяют ему вести уроки у старшеклассников Ваня Сарайкин из Заречного Твердо определил для себя, что его будущее – сцена И он уже не первый год посвящает себя театральной студии И первые ступеньки будущему режиссера и актера он уже преодолел Георгий Мирошниченко из Горловки о своем увлечении написал сам Обожаю авиацию и авиамоделирование Самолет – это произведение искусства И как прелестно, когда небольшое крылышко сверкает в небе И не важно, маленький самолет или большой самолет Важна только любовь к небесам тех людей, которые эти самолеты делают Вики Кухти из Киева только 11 лет Но она уже хорошо поняла, как интересно и прекрасно видеть мир вокруг себя Недавно они с мамой прыгнули с парашютом с высоты 4200 метров Еще очень хочется увидеть настоящее северное сияние И огромный водопад И еще много, много, много И сегодня каждого из них влечет в игру не только жажда победы Главное – новый опыт Просто узнать еще одну страничку о самих себе АПЛОДИСМЕНТЫ Телеканал «Интер» приветствует всех на играх международного клуба «Самых умных» Барбу продолжает «Владшая лига» Сегодня вторая отборочная игра Я с удовольствием представляю претендентов на три места в клубе и на титул «Самого умного» Иван Сарайкин Всем привет из города Заречного Я рад стоять за этим пультом Мое увлечение – это театр, английский язык, джедаизм и журналистика Сегодня я в очередной раз решил попробовать свои знания и способности Всем приятной игры Борис Смородинов Всем привет из города Москвы Я очень дружелюбный, потому что родился 9 июня, в День друзей Желаю всем удачи, пускай победит сильнейший Георгий Мирошниченко Здравствуйте, я приехал из крупного промышленного города Украины в Горловке Сегодня здесь собрались 12 ребят, чтобы определить лучшего из лучших, самого умного Желаю всем удачи, так же удачи себя Кирилл Никитти Всем привет, я из одного из самых красивых городов Беларуси, города Витебска Мои увлечения ходят математика и информатика, так же я занимаюсь волейболом Всем сегодня желаю захватывающей игры И пусть сурок достанется самому достойному Алексей Танурков Всем привет, я приехала из города Кишинева Мои увлечения – это компьютеры, техника и роботы Всем играм предпочитаю игру ума, так пусть победит умнейший Наталья Драганова Всем привет из города Солнце и море, столицы юмора Одессы Я занимаюсь актерским мастерством, танцами и вокалом На игре я не впервые и надеюсь, мой опыт поможет мне Андрей Филиник Привет всем, я рад представлять Украину и свой замечательный черноморский город Скотовск на этой передаче Моя жизненная цель – познание мира И поэтому живут во мне три страсти – история, литература и музыка Ведь именно они дают нам возможность прикоснуться к вечности Я надеюсь, что мои знания, любовь и поддержка родных и друзей дадут мне возможность победить Мой жизненный девиз – славили отца задя Вене Видевичи Пришел, увидел, победил, хотя я считаю, что все мы здесь уже победители Желаю всем вдохновения, азарта и удачи Анфиса Филипова Привет всем из города Великий Новгород Я увлекаюсь историей и древнегреческой мифологией А еще люблю кататься на самокате, играть в футбол и баскетбол Всем удачи Олег Матрук Всем привет из города Королева, сердце космонавтики Я увлекаюсь шахматами и футболом Также я люблю читать детективы и фэнтези От игры я жду самых хороших впечатлений Виктория Кухта Виталий всех Я приехала из Киева Я люблю читать и рисовать Увлекаюсь историей и географией Я мечтательница И как же здорово, когда мечты сбываются Некоторое время назад сбылась моя мечта Я прыгнула с парашютом А сегодня сбылась моя вторая мечта Я здесь, на игре Я верю в победу Ведь мое имя Виктория в переводе означает победа Петр Рудой Привет всем, я из подмосковного города Долгопрудный Меня интересует многое Ну особенно история, география и астрономия А еще я играю на аккордеоне Я приехал сюда, чтобы познакомиться с интересными ребятами И проверить свои знания Всем удачи в игре И Анна Юдина Здравствуйте, в этот чудесный день мы собрались вместе для увлекательной игры Снова за этим пультом я рада представлять свой прекрасный город Вухов Мои увлечения за это время немножко изменились К чтению книг компьютера и танцам Прибавились рисование и катание на роликах Давайте поскорее начнем игру Дамы и господа, мы начинаем вторую отборочную поединку Младшей лиги За членство в клубе самых умных И за обладание сурков И еще победитель сегодняшней игры получит специальный приз От партнера нашей программы Интернет-супермаркета Розетка Юэй Внимание! Всем, кто хочет попробовать свои силы в игре Самый умный Вы можете зарегистрироваться на нашем сайте Умный.тв Играйте с нами Ну что ж, дорогие ребята Давайте я расскажу вам о правилах нашей игры Всего в игре три раунда В первом я задам вам вопросы с четырьмя вариантами ответов Из которых только один правильный Шестеро лучших пройдут во второй раунд Трое станут финалистами И лишь один из троих завоевает титул самого умного Вы готовы? Да! Вам не страшно? Нет! Тогда мы начинаем первый раунд Внимание! Первый вопрос Какими змеями были Нага и Нагайна Персонажи сказки Рейдерда Киплинга Рики Тики Тави Удавы Эфы Кобры Или мамбы Какими змеями были Нага и Нагайна Персонажи сказки Рейдерда Киплинга Рики Тики Тави Прошу вас, Борис Мородинов Это Кобры Правильно! Да! Это Кобры М vídeo и двух игроков справилась заданием Второй вопрос Какое масло получают из плодов маслины европейской? Соевое, рапсовое, оливковое или касторовое? Какое масло получают из плодов маслины европейской? Что скажет Иван Сарайкин? Я не уверен, но маслины это оливки, а значит и масло оливковое Оливковое масло правильный ответ И десять игроков справилось с заданием Третий вопрос Каких животных ловил Морис Джеральд, герой романа Майн Рида, всадник без головы? Аллигаторы, кугуары, акапи или мустанги? Каких животных ловил Морис Джеральд, герой романа Майн Рида, всадник без головы? Что скажет Андрей Теленик? Он ловил мустангов, потому что кугуары это тигры, акапи я не помню кто это, аллигаторы это крокодилы, а мустангов он ловил, потому что они водятся в Техасе, а он был ловцом диких коней Да, мустанги, правильный ответ и восемь игроков справилось с заданием Четвертый вопрос Признаками какой части речи являются род, число, падежи, склонения? Глагол, существительное, наречие или предлог? Признаками какой части речи являются род, число, падежи, склонения? Кто может подробно про это рассказать? Алексей Танурков, прошу вас Я думаю, это существительное Вы правильно думаете, потому что глаголы не изменяются Глаголы не изменяются Абсолютно верно Предлог? Предлог это... Служебная Служебная часть речи Наречие Наречие это... Не имеет ничего из названных категорий Поэтому правильный ответ? Существительное Абсолютно верно, и 10 игроков справилось с четвертым вопросом Переходим к пятому вопросу Это фото-вопрос, смотрим на экран Какую сказку иллюстрирует этот рисунок? Муха-цикатуха Коза-дереза Лягушка-путешественница Или конек-горбунок Какую сказку иллюстрирует этот рисунок?